Вкратце расскажу тему сегодняшней дискуссии, еще раз напомню. Все мы знаем, что в 8-м 70-м веке на территории Прикане образовалась государство, которое называлось Павловская Булгария. Тесно она соседствовалась с детьми русских, и потом возникали исторические различные ситуации. Сейчас нынешний Татарстан как раз находится на этой же территории, и нынешние татары, так скажем, улучшаются, являются жителями этой же территории. И поэтому многие казамши, многие татары говорят о том, что мы не признаем себя татарами, а называем себя Булгариями. Так вот, почему это произошло, исторически как сложилось вообще, что происходило на нашей территории, территорию нынешнего Татарстана? Сейчас нам Дамир Моглевевич расскажет более подробно, почему возникло вообще в такое противостояние небольшое, да, генератические татары, все-таки же жители Татарстана или Булгары? Еще скажу, что считать, что живущие Татары стали себя считать Булгарами, было бы совершенно неправильно. Материалы переписей, последних двух переписей показывают, что среди татар, считающих себя Булгарами, не более 700 человек во всей России. Все остались записать с татарами. Тем не менее, проблемы существуют. Начиная с конца 80-х годов, среди татар существовало движение Булгар-Альджиатит, вот двое из десять представителей, которые себя позиционируют как Булгар. Правда, я подозреваю, что во время подведения общих этапов переписей по России, тех, кто записались в Булгаре, скорее всего, отнесли к Булгарам. У нас есть такая группа Булгар, начиная со старых времен живут славяне. Поэтому эти 700 с лишним человек для татар были утеряны. Что касается истории, то история не такая простая штука, чтобы трактовать одномерно. Я уже человек достаточно в возрасте, и я помню, что к тому времени, когда я поступил на работу в институте языка и литературе истории, там были такие известные ученые, как Александр Халиков, археолог, потом Сарам Хатепович Алишев, историк. Были и другие ученые, но не историки, а лингвисты, например, Генгер Матерзакиев, уже очень пожилой сейчас человек, которые все отстаивали вот эту общую позицию, которого навязаны нам обком и ЦК ВКПВ, о том, что вот все булгары, что наша история начинает нагнаться в историковский булгарий. Так что вы видите, вот эти подходы, они сложились в советский период, и еще раз повторю, отличаются от того, что было до революции. Вот если вы посмотрите на революционные татарские историки, сейчас большинство трудов татарских историков уже издано на современной графике, вполне наступные, лежат в библиотеках. И вы можете увидеть, что на революции у татар существовали две группы ученых. Одни больше были сторонники булгарского происходения, булгарской истории, другие поднимали золотую рту в своих исторических рундах. Были фигуры, которые как бы были синтетические, они и оттуда, и оттуда брали. Я их называю тюрко-татаристы. Например, самые знаменитые из Наршага в Денмаржане, если вы посмотрите его труд Мустафа, Дахбарфи, Ахвари, 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 Булгарш. Работа частично издана, правда, с купюрами, к сожалению. Потому что издававший этот труд в татарском языке Анвар Хайри был булгаристом, и он там многие места, связанные с историей золотарных, просто выпустил из этой книги. Когда я спросил, Анвар, ты излученый, как тебе позволил такое? Он сказал, а-а-а, я считаю так. Поэтому книга «Татарский язык», изданная в недавние годы, она не совсем правильно отражает содержание работы Шерема Денмаржане. Но вот обратите внимание, две группы ученых были. Они между собой там дискутировали, это нормальный состояние науки, а потом только одна линия держала вверх. Ну, я сказал уже, по партии на вас в Казке. Однако, если обратиться к вопросу о том, где находится правда татарской истории, то для этого надо очень много углубиться в исторические дебрии. Я пока не обладаю таким временем, но скажу следующее. Если мы идем только за булгарской историей, за историей Волгарии, у нас автоматически из истории татар выпадают. Татары сибирские, татары астраханские, татары крымские, татары буджакские, живущие в Румунии, и литовские, да и мишарии не полностью вписываются в истории мишарии, потому что их история непосредственно с историей Волгарии и Булгарии не связана. И без Золотой Орды, без истории Золотой Ордынского периода, история эту так целиком представить невозможно. Что касается вот этой территории, то только люди, которые не имеют представлений об исторических источниках, говорят, что здесь жили одни булгары. Что совсем не так. В частности, я могу привести очень конкретные несколько примеров. Вот, например, мы знаем, что в Ордске и Булгарии здесь жили вплоть до XIV века, потому что есть эпиграфийские памятники, надгромные. И вот на этих надгромных памятниках существует самостоятельный булгарский язык. Он отличается от нашего современного татарского языка весьма сильно. И, по мнению ученых, ближайший родственник этого языка – язык щувашский. Как это ни странно. Это так называемый R-язык. Кто не силен в лингвистике, могу сказать. Вот слово «девушка» – «кас» по-татарски. По-шевуальски, по-булгарски будут звучать «хар». Или вот здесь есть у нас топонимы «уромширмя», «яуширмя», «хораширмя» – название деревень. «Ширмя» – это булгарское наименование слова «щишмя». И так далее. Так вот, этот язык в середине XIV века отсюда исчез. Иппиграфические памятники стали писаться на современном татарском языке. Или на средневековом татарском, кипчакского типа, на котором мы сейчас разговариваем. Вот возникает вопрос. А куда же исчезли носители булгарского языка? Есть разные теории на отчет. Мой друг, известный историк, американец, татарин, Юлай Шамерябла даже написал специальную статью, которая называется «Конец булгарского языка». Там он обосновывает точку зрения о том, что во время чёрной чумы, которая, вы знаете, была здесь в первой половине XIV века и охватила всю Золотую Орду, в том числе и булгарское влияние Золотой Орды, он бы сказал точку зрения, может быть, булгары вообще все вымерли во время чумы. Это его позиция такая. Я с этой позиции не вполне согласен. Но можно подполагать, что булгары и булгарский язык испытали сильнейший удар во время чумы, потому что погибло очень много прежде всего осётного городского населения, а булгары были таковыми. Кочевник пострадали меньше. Вот одна позиция такая, достаточно ясно представленная. Потом есть материалы русских летописей, которые описывают эту территорию следствию по Волжию. Если вы почитаете русские летописи, там всё время по отношению к Волжской Булгарии, ну тогда уже внутренняя область Золотой Орды, булгарский вероятность, можно сказать, применяют два термина по отношению к населению. Татары и вторая часть населения – бессельмены, то есть мусульмане. Вот я сейчас разработал теорию о том, что бессельмены назывались потомки булгар, которые отличались от татар. Татары были госходствующим населением Золотой Орды, они были военной кастой, можно сказать, политически доминировавшей силой. Из них состояла верхушка Волжско-Булгарского общества, потому что как только татары вместе с монголами завоевали эту территорию, там элита поменялась. Это можно доказать многочисленными способами, у меня есть специальная брошюра небольшая на эту тему, где я доказываю, какие татарские племена или кланы на территории Волжско-Булгарии существовали. И вся элита, отчетливо ее видно, ко времени, когда сюда пришел походом Тимур в конце 14 века, элита состояла как раз из этих самих татар. Но я не скажу, что в Волжско-Булгарии исчезли полностью. Вот здесь у меня позиция от Велая Шамильевна отличается. Потому что есть аргументы в пользу того, что частично Волжско-Булгар сохранились, как подчиненные черное население, крестьянское. Вот если вы возьмете русские материалы, которые появились после того, как территория Казанского ханства, представительного к русскому государству, остались списовые переписные книги по ним. Во многих деревнях, где позже жили татары, в 16 веке и в начале 17 века, население называется часть татары, другая часть называется ясачной чувашей. Вот та группа, которая называется ясачной чувашиной, я считаю, это потомки Буддар. Потому что слово чуваши вообще-то обозначает земледельцев, пахари, савас. Есть такая термина в туркосвязоке. И эта группа отличалась от тех потомков служил в татар, которые еще и жили здесь с более раннего времени. Я могу сказать, что даже можно примерно почитать соотношение собственных татар и потомки Буддар. Недавно нашли в Литве, там есть такой громадный труд, называется «Литовская метрика». Одну информацию, начало 16 века, это послание отправлено из Казанского ханства в Литву. И там сказано, что татар было на территории Казанского ханства 20 тысяч человек. 20 тысяч. Я думаю, что общая численность населения Тюркского здесь, в Казанском ханстве, была где-то в районе 200, но в лучшем случае 250 тысяч человек в начале 16 века. Значит, татары составляли одну десятую часть местного тюркского населения. Остальные были потомками булгар, но это были не те булгары, которые мы знаем для раннего времени. Они уже прошли этап проживания в Латвуэрде, смешались с пришлонаселением, которое было хипчакско-татарско-мангорское происхождение. И они уже родной язык потеряли. Если бы не потеряли родного языка, мы бы не имели со времен татарский язык. Итак. В чем главное несогласие сторонников булгарского происхождения татар с представителями двух других теорий? Ну, есть одна группа ученых, которые выводят современный татар прямо от золотародонки татар, так называемый татар-монгол. Я к этой группе не отношусь. Я считаю, что татары имеют очень сложное происхождение. И кроме булгар, формирование татар сыграли важную роль кипчаки, половцы, а также те группы, которые пришли из района Алтая вместе с монголами. Это многочисленные группы. Просто я сейчас в это вдаваться не буду, но совсем недавно я публиковал книгу, она еще в библиотеках есть, в библиотеках, о кемакской проблеме, где я как раз вот обсуждаю тему о том, какую роль сыграли восточные кипчаки формирования татар. Ну, я сейчас только один пример приведу, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Вот у татара есть такой очень известный исторический источник конца 17 века, называется «Дефтершен муздаме». Больше всего этот источник изучал Мехаса Мусланов, потом некоторые заплаты ученые, которые изучали. Это доступный источник, сейчас уже обвлекал несколько раз на современном татарском языке. Если возьмите «Дефтершен муздаме», то есть большой разец, который посвящен татарским племенам. И эти племена, их там около 17, они связываются с Чингисханом, приводится их название и приводятся племенные атрибуты. У каждого татарского племени, как в древней тюркской племени, была своя птица, кош, своя тамга, обязательно, свой боевой клич, уран, русскур отсюда, и некоторые другие признаки. И вот, если вы, доктор Ильича Мусланова, возьмете, вы там все это увидите, там как раз описываются те времена, которые жили побольше. Это очень важно свидетельство наличия здесь золотардынских татаршек. Но в этом источнике есть еще один момент весьма интересный, который еще не подвергся новизу, но он там присутствует в этот момент. Кто этот источник читал, там есть рассказ о том, как Тимур, когда взял город Болгары, после этого пошел в сторону Беляра. И когда Тимур наступает в сторону Беляра, внезапно возникает память, излагается в этом источнике, о том, что там жил некий народ Борадш, Борашхолка. Это направление Елабугий. Мензеринск отвезет ситуация. И когда рассказывается об этом народе, там есть такой весьма интересный пассаж о том, что этот Борашхолка был связан с змеями, Аздаха, Ела, и дракон, и они воевали с булграми. Там такое описание есть. Даже сказано, что булгры потерпели поражение от этого народа змеи. И вот, изучив это место, я нашел, что аналогичные легенды существовали и у казахов в Южном Казахстане. И что в итоге оказалось? Под термином народа Борадш скрываются восточные Кимчаки, у которых был очень известный племенной вождь в XI веке, которого звали Бука Будрач. Отсюда Бараш. Бука Будрач, Бука это большой пернатый змея, дракон фактически. У него был такой титул. Драконом его звали. О чем это говорит? О том, что уже в XI веке в бассейне реки Ик пришли Кимчаки. И по русскому летописам видно, что эти Кимчаки с булгарами взаимодействовали. Некоторые кимчаки их называют кимаком называют. Некоторые кимакские группы русской летописи как емяково половцы участвовали даже во внутренних разборках, которые происходили в Волгарии между разными элитными группами. В XII веке такие источники существуют. Стало быть, булгары начали входить в контакты с носителями иных языков еще в XI веке. И поэтому говорить о том, что сохранилась чистота будет просто нелепо. Источники противоречились этому. После этого в процессе монгольского завоевания сюда пришли многие группы алтайского происхождения. Я вот сейчас приму только два примера, которые связаны с восточным районом Татарстана. Там согласно поздним источникам находилась целая группа, которых обычно маркируют как башкир. Байлар, волос Байлар. Потом Канглэ, это уже территория Башхатстана, Капшат, Башхан Капшат, Герей от наших Татарстановских район, Шейми и Фродов оттуда, деревня там находится. И вот если внимательно к ним присмотреться, эти все группы на самом деле жили на Алтае и попали во владение старшего сына Джуши еще в ходе завоевания им Алтая, это в 1207 году случилось. И получается, что Джучи, первоначально завоевавший Алтай, потом, двинувшись в бассейн реки Киртыша, с собой захватил часть русского населения. Он их привел сюда на самом деле, наши завоевания, где-то я нею, а его потомки, его дети. И они остались там. И вот что самое интересное, хотя эти группы именовались башкирами в русских источниках, язык у них очень даже хороший, татарский. Ничего башкиризма в глухих языке нет. Это вот как раз говорит о том, что половецкий, кипчакский, в том числе восточный кипчакский компонент сыграл важную роль в формировании татарских народов, в том числе и татар-казанских и львовских. Такого рода материалов можно привести очень много. Я еще только одну информацию вам дам. Недавно мы с нашими друзьями обнаружили во внутренней Монголии, это территория Китая сейчас, небольшую группу, 400 человек, говорящие по-монгольски уже, но считающих себя татарами. И вот нам удалось получить генетический материал через знакомых наших, мы этот материал проанализировали, и оказалось, что вот эта группа, называющаяся себя до сих пор считающими татарами, имеют генетические показатели, близкие к сибирским татарам и внимания к татарам Мишаевам. Очень интересно, потому что действительно среди Мишарей много потомков золотардынских татар, это может доказать и при помощи анализа их генеалогии. Сейчас много материалов по князям и Мурзам Мишарским, у меня вот аспирант только что зачитал результат, что не зачитал на эту тему, Абсом Абчурин. Поэтому это говорит о включении в наш состав вот как раз этого центрально-азиатского компонента золотардынских татар. Я думаю, что на современном уровне исторических знаний уже говорить о том, что вот казахские татары бунгары не просто неправильно, а как бы сказать, весьма позиция весьма далекая от научных. Это может быть и дело низкой позиции, потому что так называют наши булгаристы, они себя бьют в брук и говорят, мы булгары, никакие не татары. Ну, можно так утверждать, но их позицию доказать нельзя. Исторические данные свидетельствуют совершенно о другом. Но вот я хочу бы это вам говорю, наиболее продвинуты ученые, они никогда не отрицали роль булгар в формировании поволжских татар. Сейчас, если посмотрите мои работы, вы видите, я всегда говорю и пишу, что волжские булгары существовали, что они вошли в состав татар, особенно от поволжских. Они сыграли важную роль, и в этом качестве, в качестве одного из этнических компонентов татар, они должны быть приняты во внимание. История Волжской Булгарии является частью нашей общей истории. Но это не говорит о том, что после 13 века не начались изменения, изменения начались, не были связаны с формированием Золотарзенского государства. Поэтому, когда мы писали не очень большая группа ученых концепцию семитомной истории Татар, я в этом тоже участвовала, мы сформировали тома так. Первый том, это древний Трукский период, потому что у нас у всех есть и у Болгар, и у Татар древнейший период, который проходил в Центральной Азии. Этот период невозможно именовать, потому что без этого мы не можем понять вообще откуда мы возникли. Вот первый том. Во втором том описывается преимущество истории Волжской Булгарии, но там еще есть раздел Великой Степи, где как раз описывается этнистская история кипчаков-половцев и других тюркских групп, которые, я бы сказал, подошли уже в 11 веке к территории Боболже. А потом треть том же посвящен истории Золотой Орды, где максимально рассматривается что произошло на всей этой территории в Золотой Ордынском время. И потом вы знаете Золотой Ордынске и излагается в четвертом истории татарских ханств. Кстати, вот весьма любопытно, что сейчас в российских учебниках произошла очень интересная трансформация. Вы должны подумать, что случилось с этим учебником и почему. Значит, бедные даже татары, на которых пал проклятие Ордынского иго, все время хотели, чтобы в российских учебниках их не упоминали как в качестве угнетателей русского народа. А такая траковка была, золотая Орда, это как угнетатель русского народа. Ну, в итоге вот этого татарского напора сейчас в современных российских учебниках, а там есть родила по золотой Орде, уже народ золотой Орды называется Ордынцей. Сам начали упоминать, что они от монголов происходили, потом одни Ордынцы. И вот золотая Орда распадается, потом начинается там казанское ханство, крымское ханство, другие татарские ханства, и внезапно эти Ордынцы в этих ханствах превращаются в татар. Как они возникают от неопределенных Ордынцев, не совсем понятно, по согласному с учебникам современным. Но зато вот эта операция направлена против того, чтобы татары не могли использовать историю золотой Орды, которая была величайшим государством и самым крупным из государств, созданных нашими предками. И вот это государство от нас отнимается. Ему, если идти вслед за российскими учебниками, опять должны свою историю начинать дворской Булгарии и оттуда прямо перевисеть казанское ханство, где непонятно, каким образом появляются тогда. Сейчас я это скажу, если разрешаемся. таким образом, когда мы рассуждаем на тему о том, какова роль разных этнических компонентов формирования латарского народа, мы должны не упускать из виду, что история все-таки имеет и политическое значение. если мы себя обзываем булгарами, замыкаемся в Татарстане, только здесь не видя других татар, мы будем все время находиться только в рамках этого государства и будем составлять из себя такую республику, если еще не ликвидировать, которая называлась автономией в советский период. Вы знаете, что из автономии это низший уровень в советский период был в союзной республике гораздо более высокий статус, из автономии крупной нации не продаются. Если мы выходим в златаргунский простор, в наш истории, мы всегда будем очень кто-то не хочет великим народом, который создал величайшее государство, которое подчинен даже русских. Поэтому когда мы читаем нашу историю, надо знать и эти аспекты права. Спасибо за историю. большое. Действительно исторические факты всегда разнились. Все в советское время много что поменялось. И важно всегда искать разные точки зрения для того, чтобы иметь более-менее верную точку зрения. Сейчас я так понимаю у нас есть представители тех, кто называет ваше мнение. Почему у вас такая позиция, на чем она основывается и какие действия принимаются вы сказали? Извините, пожалуйста, уважаемый выступающий доктор наук и исторический наук очень некорректно насчет территории излагают. Есть учебник «Историй развитие Руси» Павлищева, автора. В библиотеке Колобачевского есть этот учебник. Этот учебник состоит сборник карт. Начинается с 800-х тысячных годов карты «Историй». Там Булгария обозначена от Тунаевской Булгарии вся Сибирь и вся граница Булгарии. А Дамира Фендель говорит «В Татарстане заплывались Булгарии». Это русские излагали. И еще русские излагали товарищи еще и оферизовали 1890-х годов. Я вас не перебивал. Я вас не перебивал. Я уважаю вас. Спасибо. Я никакие карты такие не верю. Потому что они не имеют основания. Есть карты и там Булгарии было. Поэтому замкнуть Булгарию в Татарстане это абсурдно. Смешно просто. Хорошо. Вы больше правильно что есть точка зрения это хорошо. Хотелось бы что-то вопрос. И точка зрения это позиции. Можно я отчет? Значит я сам родов Урала Соленбурга подчеркиваю это мои предки бабушки мои потому что дед мой нахрен погиб прабабушка у меня была 1876 года рождения подчеркиваю это была бабушка моего отца она была прабабушка хотя и с детских лет я запомнил ее слово мы мусульмане наши предки Булгари поэтому наверное я и начал искать корни своего народа вот он говорил я тоже знаю что Булгарское государство распространялось до Чьяика это и была граница Булгарского государства и вот я в ЗАГСе прошу дать корни моего деда извините немножко волнусь значит когда пришел туда работник ЗАГСа у нас там наших краях сказал данные мусульманского населения сожжены получается советская власть христианского населения сохранены то есть когда религия стала опием для народа значит были разрушены мечети были разрушены церкви значит те документы которые хранились в церквях они были ЗАГСа значит а мусульманского населения просто сожжены их не стали в архив туда заносить и вот здесь написано значит архивный фонд значит не сохранился все я не знаю корни кто мои деды были булгары кипчаки нагайбаки не шары я не знаю куда они были но моя прабабушка всегда говорила булгары потом вот есть свидетельство о рождении моего отца вот он мой дед Хисамуддин национальность прочерк абубакирова шакиря моя бабушка национальность прочерк вот мне говорят некоторые говорят ты докажи что ты булгар а пусть докажут что я татар не докажу что я татар если мои родственники так говорят и вот это одно а теперь как здесь значит в 90-е годы ну я так прикинул думаю где может быть может сохраниться наша история более правдоподобная тогда еще в 90-е годы в конце будем даже говорить наверное 80-х это где-то 89-й год и я пошел в мечеть там у нас в Олимбурге соборную и там я обнаружил клуб булгарской истории и культуры булгаридов здесь булгараджадид а там у нас булгаридов то есть я ищу Аллах меня направил к тем людям которые Архангел Илья тоже как я думал и вот собственно таким образом в 90-х годах я очень много искал историю своего народа и пришел к такому заключению я не отказываюсь от 25 компонентов но мой менталитет бога спасибо большое за вашу позицию очень интересно действительно факты ну вот обезличие национальности было такого средства и поэтому многие истории и важно понимать тот кто знает больше семи поколений скорее всего более лучше понимает то надлез какому-то народу хотелось бы решить от кого-то может быть свое личное мнение как он считает как его семьи воспитывали кто же все-таки булгаридов представители слушатели кто хочет выступить на представительство подруга Кадыр Варшин Максимович председатель казанской булгарской общины есть такая организация казанская булгарская община в Казале это официальная организация то есть зарегистрирована в министерстве юстиции РТ она входит в ассамблею народа РТ я говорю членам сады РТ как учредитель ассамблей имеют свою штаб квартиру Офельс и так далее то есть я не хочу сказать что булгары сейчас официально зарегистрированы как существующий народ при этом хочу еще очень усилить внимание на том что булгары не являются каким-то отдельным народом стоящим в стороне скажем от катарского мы считаем так есть часть народа который называется ассамбулгария есть часть народа который называется ататарой и вместе это единый народ вот наша консолидированная позиция насчет себя лично для меня с детства не было никакой загадки в том кто и чьими я являюсь правда я пришел с детства провести в Сибири в гарнизон там отец был офицер конечно со всех сторон кричали что я татар но я так не обращал когда мы приезжали в Казань бабушка говорила мне улумы с татар тоже без мысульман было представьте это уже 7-8-9 лет в таком возрасте это было я тут поддавшись как говорится всеобщему замированию татаризма тоже иногда бабушке говорил татар например она мне говорила она мне говорила юг 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 сиин татар сиин тувыль сиин масломас так это раз во-вторых со стороны бабушки у меня все предки носят низбу или тахадус аль-булгари наиболее известный из них это хафизиддин аль-булгари он происходит из деревни берегир если знаете в Мариэл есть такая большая деревня булгарская вот и сейчас она называется паранга по-малийски вот он происходит оттуда он был в близких отношениях с Мариэлджан не переписывался с ним хафизиддин молбай вот в некоторых отношениях с ним не сплажался и так далее и вот для меня то есть тут просто нет никаких сомнений как говорится в том кто я и в чем моя национальная идентификация тем более что его внук внуков из андина булгари написал в 1909 году рухописный учебник булгарского языка то так и надо было булгар тельки тельдальс так что тут ну вы знаете для меня просто я не хочу ломиться в открытые двери для меня все ясно если говорить о каких-то этнографических этнических там я не знаю о том что говорил уважаемый дамир Магалюдьевич это одно это наука это чистая наука но кроме науки есть еще самосознание я считаю что самосознание всегда выше чем научные выводки еще и тем более хочу сказать что до революции таких у наших ученых я имею ввиду сэна вирхана хасан хатагабаши резервы дедов ахрутнидов хасан и галил и других у них в их произведениях нет вообще названия золотая татарская государство у них нет этого у них одно слово блогар 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 везде одно слово это я просто сам занимаюсь источниковедения причем полиография именно арабографическими рукописями я их изучал много там скажем в большинстве если есть сколофон то есть выходные данные этой рукописи в большинстве случаев написано например деревня я не знаю скажем Байраке там Аздыкаевская сейчас Ютазинская теперь Ютазинская да деревня Байраке Балгария это 19 век и таких примеров уйма просто уйма такой измеритель за персонал но очень много так что мы в нашей общине в общем объединены одной идеей не от той идеи а одним убеждением что мы есть Булгария вот не хочу больше распространяться потому что говорить можно очень много и очень много я знаю масса источников но все сейчас выкладывать сюда это будет такая каша которая просто где наша штаб квартира находится на улице Павлюхина 40 57 тонн дружбы народа так что на этом я заканчиваю так вот здесь еще может вы ответите что же представители вот Дамир Морильевич говорит о том что Булгарский язык он тоже отличается Татарского получается ли у вас сохранять этот язык нет вы знаете насчет языка Туканя считаем никогда не оригиналы переводы считаем Туканя Татарский поэт называют его переводы считаем не один стих оригинальный насчет эры языка тоже имеется множество гипотез например Хакимзианов Фарид Хакимзианов считает что это просто архаический болгарский древнеболгарский язык который применялся лишь в эпитапиях надписи в ритуальных целях то есть он как бы сохранялся и давал связь с предыдущими поколениями но здесь опять место конъюнктура конъюнктура в том смысле в том что болгарское население и его Меркуршка они быстро видимо поняли сообразили что вот это копчакское население юга дальше копчак и так далее что их язык гораздо распространеннее и вполне возможно я не утверждаю это что просто произошла смена языка смена языка не такая быстрая радикальная смена тем более что Махмуд Кашгари да еще в 11 веке писал что вот болгарский язык он такой такой мы читаем Махмуд и Кашгари болгарские слова они не отличаются от современного произношения как мы сейчас говорим мы знаем это да орел так что тут сложно сказать потому что если Елай Шамиль Глу писал что когда я прочитал что он его измышления и гипотеза что все умерли я просто не знал что от смеха делать просто ну это просто настолько живя за морями за океанами мы исчезли хотя мы объединены в официальную Бахарскую общину смех но тут не смеяться невозможно тем более что Дамир Моревич стал не поддерживать что мешали Зачем любить вот так да вот и вот то есть язык тут такое дело и еще хочу сказать насчет языка одну только важную вещь есть был такой автор у нас Таджид Диньел Чегл Аль Булгари если кто знает выдающийся автор в принципе он написал книгу книга Рисалай Газизем или комментарии Суфьян Махьяр и там он просто пишет это конец 18 века 1796 год 1796 год он пишет вот в Средней Азии это слово скажем этот орех называют так таким словом а вот у нас в болгарском языке этот орех называют Ачтерхан Чекляуге это 18 конец 18 лет он пишет на нашем болгарском языке то есть ну для людей тогда как-то не существовал вот какой-то Никита недоразумения я не знаю непонимания все было ясно от отцов мы идем от предков наши наш язык такой-то мы живем в Булгаре тем более вот уж насчет чего-чего а насчет названия вот этого региона большого Паволжья при Урале до реки Джаик и может и дальше потому что скажем выдающийся наш благослов Галимджан Бороди в мечети в которой мы сейчас находимся и я очень рад и доволен этим обстоятельством Галимджан Бороди Хазратнара он например Оренбург он считал один из цветущих центров Булгарской земли в 1920 году это явствует из его хатеряда очень большой 500 страничных его дневники его трагеди была что он умер в 1921 году когда был в Москве зимой и подхватив Тиф там он как раз занимался распределением продовольствия среди голодающих по Волге он был имамом Хатима в этой мечети Галиевской его фамилия Галиев просто но так он всегда был коллеген Альбург и был мударисом и дельцем Мухаммади и живут тоже в одном из этих зданий это очень символично что как раз это создание дешевых шизионного клуба проходит в этом здании спасающего здесь очень важный момент что бабушки наши для представителей всегда в первую очередь создавали себя мусульманом в первую очередь это потом внутреннее сознание национальности ребята крепкие в первую очередь в первую очередь по-другому Когда я работал в родственнике, меня зовут Булгар. Все родственники были бронхами. Булгар arbeitet за систему, а значит это не стремление – это стремление. Его разрабатывает все образования, но ноутбуки. Всегда в течение – Булгар. Это для знаменитого пенсray. По поводу дугов, фенни, речи. Но и для родственников. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok